Добрый вечер, Финам.ФМ. В студии Михаил Гуревич. Мы начинаем программу «Револьвер». Продолжу я сегодня говорить о судьбах СМИ. Мы несколько поактуальничаем и даже выйдем за пределы России. Хотя, кстати, по результатам опросов общественного мнения, далеко не все считают Украину, о которой мы будем говорить сегодня, за границей. Я частенько бываю на незалежной. Действительно, есть много моментов, которые у нас идентичны просто для смешения. Но вот пресса у них абсолютно обособленная и отличается от нашей. Как, впрочем, и от европейской. Пресса такая славянской демократии. Я даже не могу сказать, что полностью понимаю и разделяю их принципы, как и многие другие российские журналисты и медиа-менеджеры. Однако, нас приглашают туда и приглашают весьма активно. Даже активнее, чем Казахстан и уж куда более активно, чем в Белоруссию. А вот с двумя такими воежорами, уже вернувшимися в Москву, я и пообщаюсь. У меня в студии Вячеслав Крискевич, главный продюсер видеопортала «Рутюб». Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. И Михаил Ермолаев, создатель РБК-ТВ, генеральный директор Международной Евразийской Академии Телевидения и Радио. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Напоминаю, что телефон в студии 651099,6, код города 495, а также пишите на сайт Finam.fm, на страничку программы «Револьвер». Ну что ж, начнем. Давайте, может быть, для начала, гости дорогие, расскажите о своем опыте, потому как для того, чтобы говорить актуально и как эксперты об украинских СМИ, наверное, нужно нашим радиослушателям понимать, а кто же вы и чем же вы там занимались. Можно немножко просто разговориться вначале, да, потому что программа «Револьвер» еще называется, да, вот еще в связи с теми событиями, которые сейчас там происходят, конечно, мы тут, может быть, не в самый удачный момент начали об этом говорить. Очень актуальный, на самом деле. Ну, конечно, да, да, я согласен, актуальный. Миш, чем ты занимался? Давайте так. Да-да-да, конечно. Миша, слава, все же знаю, у вас не первый день. Ну, мне посчастливилось поработать на канале СТБ, это был всегда самый такой оппозиционный канал, и мне там довелось возглавлять информационную службу, я был там главным редактором. В достаточно трудное время меня туда пригласили, и, как, в общем, заявлено было в моих задачах, попытаться сделать, сохранив накал оппозиционности, так сказать, превратить немножко новости в новости, а не в эссеистику, которая там была принята. И вообще в украинской журналистике часто принято, когда частное мнение как бы превалирует над собственной информацией. Это я не могу сказать хорошо или плохо, в российской традиции это не принято, а в украинской это принято. И часто именно, так сказать, харизматичные ведущие стараются именно такие давать больше оценки событиям, так сказать, помимо информации давать личные оценки. И тебе все надо было исправить? Мне надо было это, с одной стороны, да, исправить, а с другой стороны не потерять накал, драйв, так сказать, уровень оппозиционности. Я понимаю, канал на украинском языке? На украинском языке, да. Потрясающе. А ты знаешь украинский? Уже знаю. Слав, а ты чем занимался? Я, ну, было два таких захода больших у меня. Первый, это в Одессу меня пригласили там создавать, понимать, часть в создании такого медиахолдинга большого. И мы там сделали, ну, холдинг большой, а канал был небольшой, их там много в Одессе, просто больше 20 каналов. Вот, и один такой канал мы сделали, сделали там новости. В одном городе 20 каналов? Ну, там много, да, я сейчас не могу, да, сказать точно, но Одесса такой вот город, там каждый олигарх должен иметь свой канал, это принято так. Вот, и поэтому... При этом большая проблема с канализацией, но это в каналах... Это не важно, нет, там много мраморных зданий больших в городе, вот, при этом, да, есть какие-то проблемы. Ну, слушайте, у каждого, ну, везде своя, так сказать, такая вот, везде свои традиции, там вот они такие. Каналы есть, да. И мы сделали там новости, и, в общем, даже они неплохо работали, по-моему, до сих пор работают, не знаю. В Киеве ты тоже вроде работал? В Киеве, да, в Киеве вот это последнее время, когда перед тем, как канал Интер стал, ну, вот, перешел к другому владельцу, я работал, да, так скажем, ну, таким консультантом-советником в новостях. Ответственный консультант? Ну, как-то так, да, можно назвать, там не было официальной должности, вот, но я написал, так сказать, большой проект переустройства новостей, и, ну, кое-что мы там успели, успели сделать. Вот, ну, собственно, это не было такое руководство, поруководить не удалось, но, ну, и с текстами тоже занимался, с ведущими. И понять, что же за медиа там тоже удалось. Да, 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 конечно, конечно. И вот давайте как раз с этого и начнем, собственно. Чем отличаются украинские СМИ от российских? Ну, вот, как сказал уже коллега, конечно, там, так сказать, больше такой, знаешь, свободы, причем свободы, там, которые иногда даже непонятно чем ограничить, да, в какой-то момент. И следить надо не только за тем, что говорят ведущие, но и за тем, что говорят корреспонденты, а тем более там в прямом эфире. Но, понимаете, опять же, на каждом канале своя какая-то политика, есть менее официальные, есть более официальные, да, ясно, что на Интере все-таки преобладает там, преобладала и преобладает некая, так сказать, такая государственная линия. Но при этом, даже при этом, да, довольно много свободы и, так сказать, вот, может быть, даже не могут совсем там запретить даже в каких-то крайних случаях что-то сказать, да, все равно. А вот какие-то лица, ну, то есть, опять же, я не знаю, что творится в российских СМИ, давайте так вот договоримся, да. Ну, поговаривают, поговаривают, что есть, например, фамилии, которые не могут приглашаться в эфир или там не могут упоминаться в новостях и так далее. Поговаривают. Но в Украине как с этим? Ну, вот на СТБ этого не было, вот, единственное, что, конечно, был такой внутренний список предпочтений. Такая сама цензура. Да, кто ярче ругается, того и хочется звать. Дело в том, что это, конечно, такая казачья вольница была, это все, в общем, разошлось во времена Ющенко, да, когда многие приехали из Западной Украины в журналистику. И всем хотелось именно вот такой вот этот самый драйв давать за счет того, что мы поругаемся, может быть, не всегда разберемся, но всегда поругаемся. То есть до 2004 года там было по-другому? Да, до 2004 там были темники. И Майдан очень сильно вдохновил тогда журналистов, мне много, естественно, об этом рассказывали, именно тем, что журналисты устали от темников, такое понятие было, да, когда распределяли по каналам, что нужно говорить, чего нет. То есть, как бы, задор народа, он был разделен еще задором журналистов. А вы знаете, что это, в общем, достаточно опасный задор. Задорный журналист, это ужасно бывает. Именно потому, что, как они рассказывают, что их очень сильно это угнетало, их как бы творчески ограничивали. А сейчас что хочешь, что берешь, на кого хочешь, ссылаешься, о чем хочешь, говоришь. Я думаю, что не везде. В принципе, конечно, да, есть, конечно, ограничения, но именно на СТБ я могу сказать, что вот даже руководство СТБ и хозяева холдинга и прочее, они со всеми говорили очень осторожно. Каждый раз, когда что-то просили, какую-то редакционную политику, там, подкорректировать или сделать более взвешенной, они всегда начинали свою речь с одного. Мы не против свободы слова, мы ни в коем случае вас не хотим ограничивать. Представьте, в России такое, да? Я с трудом представляю. Это правда, да, то есть некое такое... Извинение. Пытались оправдаться как-то, да, извиниться. Извините, что мы вами управляем. Да, да, фактически так. А источники информации, то есть, ну, в России есть принятые, там, на этих можно ссылаться, на этих нельзя, не потому что они, как бы, плохие, а просто не заслуживают доверия, да, то есть, ну, на РИА Новости можно ссылаться, на Интерфакс можно ссылаться, на РБК, на ЭТАРТАС, но на какой-то маленький сайт, неизвестно откуда, ну, можно сказать в развлекательной программе, что вот в интернете сообщают, но в новостях, в общем-то, ни один канал себе не позволит. Что происходит на Украине с этим? Ну, я думаю, что это как раз формулируется примерно так же, да, то есть, есть там, есть один сайт, который очень важную роль играет для журналистов, это телекритика, такого аналога в России нету, когда это такая своего рода оппозиционная цензура, что ли, можно сказать, то есть, если вдруг журналист скажет что-то там, что вызывает подозрение, или что там неправильный источник, или, не дай бог, источник единственный от администрации, нигде это не подтверждено, то телекритика тут же это подхватит и скажет, что вот они, значит, на таком-то канале, такого-то журналиста лично, или там главный редактор виноват, или такого-то журналиста, заставили сказать что-то, что не является какой-то там... — И что? — Правильная информация. — Хорошо, написал сайт телекритика о том, как плохо поступил журналист. — Ну, начали все другие писать, начали в соцсетях писать, там, не знаю, в соцсетях, в фейсбуке, ну, позор, позор, там начинается обсуждение активное в барах, в ресторанах, и обсуждают все, и не только журналисты, там, монтажеры, водители, это все очень активно. — А в отставку журналисты идут по этому поводу, то есть? — По этому поводу не идут, но исключают друг друга из фейсбуков, по крайней мере, на день, на два из друзей, очень жестко, да, обижаются друг на друга очень надолго, вот, бывает. — Нет, ну это нормальная причем ситуация, потому что, ну, это такая вот активность и, знаете, вот неравнодушие к этой работе, да, все-таки у нас уже очень много, мне кажется, равнодушных в России стало людей, с журналистами, которые просто понимают, что они должны что-то делать. — Ну, с другой стороны, опять же, вот, возвращаясь к тому, что Миша говорил в самом начале, что действительно оценочное мнение, то есть, я вот, когда смотрю украинские новости, у меня, да, возникает ощущение, что вот птичка летела, врезалась в толп, и даже Янукович говорит. — Да, да, да. — Вот, да, то есть... — Это часто, да. — Это часто бывает, и это общепринятая норма. — Нет, с этим как раз-таки пытались бороться, и даже сами власти, когда так или иначе они пытались воздействовать, они говорят, ну, ребят, ну, если вы критикуете, ну, пожалуйста, хоть спросите нас, или спросите какое-то мнение. Вот это удавалось немножечко исправлять, да, то есть, хотя бы давать два мнения, то есть, по законам, по всем хартиям журналистов действовать, да, и прочее. Потому что, конечно, оппозиционно настроенные люди, когда обращаются к хартиям, они на что-то обращают внимание, а на что-то другое нет. Да, это как правило. Вот, поэтому, когда говоришь, что это же тоже написано в хартии... — В карте у меня есть мой любимый абзац. — Да-да-да, мой любимый абзац, я им следую, да. А что касается другого, там, ну, дать второй стороне мнение, если это властное мнение, уже начинают подозрения. А что это ты такое вообще там, с властью, что ли, договорился, да, вот такое? — А потом ведь еще важно формулировать точно, да, вот эту претензию, потому что, если ты эту критику свою формулируешь, ну, не очень как-то точно и верно, там, есть за что зацепиться, да, то тебя начнут как раз вот бить. А у многих журналистов, вот, существует такая проблема, что, может, какое-нибудь слово не то употребят, причем слово или по-русски, или по-украински, там тоже разные есть варианты, нюансы. — Да, и получается так, что есть, ну, появляется повод, по которому можно, ну, сцепиться, и вот тогда происходит это, значит, ты дурак, не ты дурак. — Сцепка, битва и разборки. А двуязычность — это действительно такой интересный момент, потому что в России, ну, например, особенно в радиоэфире, грузинский акцент — нормально, прибалтийский акцент — тоже вполне себе приемлемый, а вот украинский или белорусский — это воспринимается не как акцент, а как незнание русского языка. — Да, ну, то есть... — А как провинциальность, скорее, такая. — Ну, так, по большому счету, да? — А на Украине, понятное дело, что украинский акцент даже в русском языке — это нормальная вещь, насколько я себе представляю. Но, с другой стороны, опять же, есть некая такая двуязычность. У меня регулярно возникает шизофрения просто там, когда я нахожусь в Киеве, то есть ты слушаешь какую-нибудь радиостанцию, там вопросы задает ведущий на украинском, отвечают ему на русском. И наоборот, вот как вы с этим жили? — Ну, у нас на СТБ вообще была уникальная ситуация в этом смысле, потому что дома его прихода еще была принята норма, которую филологи там называют галецкий диалект, который был зафиксирован в 30-х годах. И, собственно, были репрессированы многие филологи за то, что они зафиксировали, потому что Советский Союз воспринял это как агрессию, потому что это как бы западный диалект. И СТБ, коллектив, когда я уже пришел, он настаивал на том, что нужно держаться этого диалекта и получил, в некоторых словах, конечно, да, только в отдельных словах, вот, и говорили даже, что вот носители украинского языка не понимали этих слов. — То есть СТБ сделал свой украинский? — Да, да, совершенно верно. — И это было тоже, как бы, вот таким знаком вольницы, потому что мы хотим, когда мне филологи доказывали, которые отстаивали там на СТБ эту историю, они говорят, мы хотим вернуться к тому диалекту, а там проклятые коммунисты, значит, репрессировали филологов, а на самом деле это было правильно. Поэтому мне пришлось, поскольку я не специалист в украинском языке, да, мне пришлось обращаться в Академию, наук-академию украинская, вот, и у Академии было совсем другое мнение, они считали, что это просто зафиксированы некоторые диалекты. Вот это вот была такая сложная история, и мы по чуть-чуть, вот, как бы, все-таки, по чуть-чуть, как бы, пытались подходить в Украину. — Мы продолжим обсуждать это буквально после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами на Финам.ФМ, звоните в студию 6510996, код города 495, и слушайте программу «Револьвер». Я Михаил Гуревич, мы продолжаем программу «Револьвер». Телефон студии «Неизменный» 6510996, код города 495, и у меня в гостях Вячеслав Крискевич, главный продюсер видеопортала «Рутюб» и Михаил Ермолаев, создатель РБК-ТВ и генеральный директор Международной Евразийской академии телевидения и радио. Однако все их нынешние регалии, как уже понятно из начала нашей программы, не так важны, потому что говорим мы про Украину. Итак, продолжаем тему украинского языка. Я специально заткнул моих гостей для того, чтобы они не выговорились в перерыве, а донесли все до радиослушателей. — Ну, трудно себе представить, чтобы в России на канале, на телевидении был человек, который бы специально там был призван, так сказать, править тексты, да, кроме шеф-редактора, штатный вот какой-то филолог. — Причем придумывая новые слова, по факту, да? — Ну, иногда придумывая, да, вот то, что уже говорили, да, про эти всякие, значит, так, ну, региональные там какие-то акценты. — Понимаешь, эти, ну, ужасно, потому что эти люди правят журналистские тексты, ну, причесывают их, да, делают их такими гладкими, невыразительными, невыпуклыми. А ведь в телевидении, наоборот, главное — это яркость текста, особенно там, не знаю, шпигели, там вообще используются рекламные фразы, которые невозможно иногда, ну, обычными правилами русского языка объяснить, да, там нужны, ну, какие-то, какая-то экспрессия включается и так далее. А здесь вот они правят их, и все получается такое беззубое, неинтересное. Поэтому, в принципе, эта должность, ну, я считал, что она, как бы, вообще не нужна, ну, как бы, люди должны знать, да, язык. — А вы объясните? — А там вот именно из-за того, что, извини, просто, там из-за того, что эта двуязычность присутствует, вот именно поэтому и приходится таких людей там нанимать и брать в штат, чтобы они правили именно вот тонкость, ну, как бы, чтобы... — Нюансы, языковые нюансы. — А вот сленг, который присутствует в любой стране, например, сленг в русском-украинском, он может использоваться на украинских новостях или нет? — Ну, конечно, все равно приходится держаться, и вот... — Даже сленг, конечно, старались, старались не допускать все-таки, все-таки не допускать. — Ну, была такая фраза, а сегодня мы вам расскажем о таком. Ну, вот по-русски, мне кажется, это звучит, ну, неверно. И в русских новостях, на мой взгляд, вот нельзя это употреблять. Я, ну, просил эту фразу как-то исключить, но к ней потом опять вернулись, наверное, сейчас продолжают это делать, потому что для них это звучит, ну, нормально вроде как. — Замечательное украинское слово «такое». — Такое, то есть это вот... — И нехорошее, и не плохое, да? — Ну, такое. — Хорошее или плохое — такое, да. — Ну, это, кстати, ну, хорошо, это такая изюминка. — Это вкусно. — Это вкусно, да, это изюминка, это красиво. Вот, ну, вот для нас, понимаешь, когда тебе говорят, что что там не так, ну, ты начнешь рубить плеча, — На самом деле, может, это и не стоит делать. — А когда ньюсмейкер дает комментарий на русском языке, вот на СТБ, что с ним делали? — Ничего, вот это как раз в этом смысле было все спокойно. Если ему удобнее было говорить по-русски, так и шло без перевода, потому что все прекрасно понимали, что вольница — вольница, и борьба за культуру, борьба за культуру, но все знают русский язык, поэтому это уже был бы перебор, да, который бывал, кстати говоря, в других случаях, там, в переводе, например, российских сериалов. Тут идут российские сериалы, а внизу дают титры. Это как бы уже немножечко тоже такое самоутверждение, что ли, да? А, конечно, в эфире этого не было, потому что я понимаю, что все знают русский. — Ну и украинские не переводились, по-моему, синхроны. — Ну, это на украинском, поэтому у нас... — А, у вас все были украинские, конечно. — Да, здесь были новости и на русском, и на украинском. И вот в русских новостях, когда на русском языке тоже украинские синхроны обычно не переводили. — У меня, кстати, вот касательно двуязычности, еще одно из любимых таких ощущений от Киева в том, что реклама вся на украинском. То есть, например, ты покупаешь журнал на русском языке, и ты там понимаешь все, кроме рекламы. То есть вот все, кроме того, с чем до тебя хотят дойти, что хотят тебе продать. — Ну, ты просто мало времени там провел, так-то ты уже все потом понимаешь. — Раз в месяц, можно сказать, как штык. А в любом случае, насколько вы сотрудничали с другими форматами медиа? То есть телевидение, мы немножко так вот проговорили. Интернет, пресса, радио. Насколько они отличаются от того, что вы привыкли потреблять здесь, в России? — Ну, вот я уже сказал про сайт «Телекритика», который был очень-очень энергично активный. Если что, там вдруг главный редактор страшный что-то там заподозрили, что запрещает, то тут же начинают мне дозваниваться, вызванивать и говорить, почему это такое. — И всем надо ответить. — Случается вы, да, случайно вы не душите нашу свободу? — Случайно. — Вот расскажешь, да. Вот. А что касается вот такого общения с другими вообще форматами, там, печатными, ну, конечно, там приходилось давать некоторые интервью. У меня был смешной случай, когда я только приехал заниматься новостями. Ко мне приехала жена, я поговорил там на улице, там, с одной женщиной. Она говорит, вы представляете, на СТБ, я прочитала сегодня в одном печатном здании, на СТБ пришел русский. А потом, не переходя, про что-то другое, начал говорить, вообще, если что, мы выходим всегда на Майдан, если чувствуем, что нас обижают. Моя жена, она решила, что... Она связала это, что вот сегодня будет выход на Майдан по поводу того, что пришел русский. И мы отошли в сторону. Она говорит, слушай, может быть, еще не поздно, давай быстренько соберем вещи и уедем. Влиняем отсюда. Но это всегда так. То есть вот когда появляется какой-то человек, ну, непонятно, откуда, например, там взявшийся, да, обычно так и происходит, вот, приехал, назначили. И все начинают вот такое расследование свое. У меня там тоже, ну, были какие-то такие стычки. Сливы. Сливы, да, сливы. Совершенно непонятно, откуда причем взявшиеся, вот. Ну, потом мы уже общались и с журналистами, с этими нормально. У меня касательно прессы есть только вот одно странное такое ощущение, что то ли они пишут, например, оригинал на украинском, а дальше на русский переводится автоматом. И наоборот. У меня было такое ощущение, потому как новости на русском языке, они как бы бывают вот с таке, с такое и так далее и тому подобное. То есть крайне регулярно. Но вы сами, на самом-то деле, двинулись дальше. И тема вот нашей следующей части в программе — это обсуждение вашей там судьбы, вообще судьбы всех россиян, которых туда заносит судьба. Вот приезжает россиянин, медиаменджер, допустим, не журналист, а управляющий, консультант или еще кто-то. Как обычно его принимают? Ну, обычно на высшем уровне. Сначала на высшем уровне, если не в рабочем порядке. А в рабочем порядке начинаются вот то, что коллега сказал, что и упреки подозрений, как в том анекдоте. То есть вы все агенты? Да, вот сразу такая мысль, что агенты. Чей он? Надо узнать, чей он. Откуда он? В чем интрига? Чьих кровей. Да, чьих кровей. У меня даже было такое, что меня проверяли так. Мне предлагали там несколько раз шеф-редакторы поставить первую новость, ставить российскую новость. И ждали моей реакции. Ну, был не тот момент, когда она была первой, то есть она не тянула на первую. Я говорил, ну что же вы все российскую-то мне подсовываете. А так, оказывается, была проверка, потому что хотели узнать, а, собственно, хочу ли я продвигать русские интересы. Поскольку я им все время отказывал, это было немножечко такой вот растерянный. Собственно, наверное, основания этого мы потом уже сдружились все больше и больше. То есть пришлось доказывать. А это важно, да, чтобы не продвигали интересы России? Ну, это просто действительно такая проверка, потому что иногда-то действительно эта новость заслуживает первое место и вполне себе можно... Но все равно любая российская новость, она как-то преломляется через какие-то местные интересы и по-другому пишется, по-другому выдается. Ну, насколько вот для вообще журналистов, для украинских журналистов важно, чтобы вот, что они отдельная страна, что у них отдельный новостной фон, отдельная повестка дня. Там сейчас так много журналистов на Майдане, это правда. Для них это важно. Они после работы туда едут все, а может, свое место работы. Я помню, когда, как раз в 2004 году я участвовал в создании РБК «Украина», с генеральным директором которого мы свяжемся буквально через 10 минут, и он нам расскажет свое видение данного вопроса, как раз был Майдан, и ощущение было очень странное, потому что интернет-СМИ, которым я больше занимаюсь, они работали примерно до 6 часов вечера, а потом закрывались, никакого обновления не было, все ушли на Майдан. Все. Сейчас информация немножко изменилась. Все же, да, то есть как-то и вечером, и ночью какая-то информация идет, и люди сидят в редакциях, но, опять же, я знаю, кто тут, кто там. Там главного редактора нет уже неделю, потому что он не вылазит с Майдана. Здесь там начальник отдела, в общем-то, пошел на протест и оттуда, в общем-то, пытается каким-то образом руководить. Вы сталкивались с такими вот ситуациями? У меня просто не было революционности в тот момент, когда я там был. У меня была, наверное, да, в мое, как бы, так сказать, правление была арестована Тимошенко. Это была пятница вечер, когда у меня уже были куплены билеты. Я впервые в жизни хотел лететь домой не в субботу утром, а в пятницу вечером, но раздалось столько звонков. Естественно, мне пришлось отменить билет, возвращаться и этим заниматься. Конечно, конечно, политизированность, вообще градус политизированности в украинских СМИ намного выше, чем в российских. Это так. И, собственно, мир воспринимается гораздо сильнее через политику. Я бы даже сказал, что культурные темы, вот какие-то культурные, социальные, если социальные, то их хочется выводить обязательно в политику, а если культурные, ну, такой немножечко довесок, потому что там никак не получишь того вот удовольствия, вот, как ты получаешь, когда ругаешь власти. Ну, просто очень много политики, правда? Все последние годы там постоянно, ну, все новости говорят о политике. Это вот говорят, ну, про Думу, там, депутаты. Помните, когда у нас вот Дума, там, не знаю, лет, наверное, 10 назад довольно это было, ну, практически в каждом выпуске в новостном или больше даже уже 10, я уже не помню. Сейчас меньше, да? Когда-то в прошлой жизни. Ну, да, да. Сейчас меньше, почти нет. А там вот это все продолжается. Ну, а там же правда интересно, они же там дерутся, там, кричат друг на друга. У нас тоже дерутся. Ругаются. На прошлой неделе подрались. Ну, да. А у них чаще, конечно. А как быстро вы сами втянулись вот в украинскую эту политическую жизнь? Ну... Насколько легко это понять? Насколько легко... Я стал наблюдать все-таки немножко со стороны. Ну, мне, конечно, как бы... Украинцы же народ очень душевный, поэтому, с одной стороны, они, конечно, так сказать, поначалу особенно напряглись, но при этом все равно вечерами рассказывали, помогали сориентироваться, с удовольствием рассказывали, могли рассказывать часами, могли пойти там в какое-нибудь кафе после эфира, и там они мне рассказывали. То есть, конечно, были хорошие гиды, как бы, по политической ситуации. Но, опять же... Ну, насколько я понимаю, СТБ оппозиционный канал, и гиды были такие оппозиционные. Да, но мы все равно дружили, и каждый раз мы, конечно, могли ругаться на следующий день по поводу сюжета, насколько это хорошо или плохо, но вечером мы все равно опять дружили, и опять... Они мне пытались как бы на свою сторону, ну, там кто-то там, разные, конечно, журналисты, все по-разному мыслят, и мыслящие люди многое. Вот. Но они, конечно, с удовольствием вводили в свою жизнь. Вот это вот тот самый, наверное, случай, когда там ребенок очень хочется поделить своей... Своей игрушкой, например, ну, по себе знаю, да, хочу подружиться со своими друзьями. Вот они втаскивали, обязательно втягивали в личное, в какое угодно вот общение. То есть, в какой-то момент ты стал своим? В какой-то момент стал, да. Даже несмотря на то, что, насколько я понимаю, получал ты вот деньгами, да, существенно больше, скажем так, чем локальные кадры. Да, это... Это следующая тема нашей беседы. Было, конечно же. Надо же затронуть. Буквально за вот три месяца я тоже успел стать для многих своим. Все же, давайте про меркантильный вопрос. Понятное дело, что если приглашают иностранного специалиста, а здесь все же россиян и иностранные специалисты, то, наверное, вам платили несколько больше, чем локальным кадром, местным кадром, да? Ну, конечно, да. Это вызывает подозрения, во-первых, насколько больше. Мне не нужны абсолютные цифры, ну, поделитесь какой-то. Так, по сравнению с чем? Можно посчитать. Ну, чем местные. Скажем так, ну, заместитель, да, есть ты там, главный редактор, есть твой заместитель. Ну, разрыв огромный, конечно, но, понимаете, в чем тут дело? Мы же приглашаемся на контракт. Вот у меня был контракт на год, да? Понятно, что я бы не мог при определенной сумме, там, это просто любому каналу было бы тяжело, там, да, этот контракт надолго, да? Потому что за этот год поставлена задача поднять так-то рейтинг, там, то-то, то-то сделать, да? Что мы добиваемся, все это заканчивается. Поэтому все понимали, да, что это, как бы, аккордная история, да, к тому же, к тому же, все-таки живешь не на родине, да, аккордная история. Но, конечно, мы получали значительно больше, я все, как все, собственно, бухгалтерии, все это скрывалось, естественно, опять же, шли догадки. Я думаю, что догадывались даже, ну, как бы, догадки, наверное, были чуть преуменьшены, то есть, насколько вы... Не, ну, мы же знаем много примеров, когда наши коллеги там задерживаются довольно надолго, и есть, ну, там, я не знаю, начиная с Савика Шустера, и потом вот... Селев. Селев, который сегодня... Поразительно, поразительно интересно общаться с журналистами. Вы просто опережаете мои вопросы, я как раз вот думаю, сейчас я его задам. Ну, конечно, конечно, это же все одно следует из другого. Абсолютно, да. Так вот, есть ли у вас знакомые, которые после контракта, ну, не считая Савика Шустера, не считая, там, Киселева, которые остались на Украине уже по истечению контракта и стали вот локальными? Я не знаю, может, у них контракт был какой-то другой, но просто там, например, Леша Суханов, вот ведущий, да, он на Украине, ТРК Украина ведет программу, ну, он просто там популярный человек, стал за год, и он хорошо это делает, его, так сказать, любят, и все. Но дело в том, что тот же Шустер, он же поменял 8 каналов за это время. Да, 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 вот это да, вот они переходят, ну, даже не то, что заканчиваются, там просто перекупают друг друга, и местных журналистов перекупают тоже. А уж когда вот речь идет о том, кто может дать рейтинг, а, естественно, он давал рейтинг, да, продолжает давать, да, то за это готовы платить. А вот в реальности, россияне, насколько действительно вы можете или могли привнести то, чего украинцам не хватало в своих медиах? Они правильно делали, что вас приглашали? Ну, мне кажется, да, но просто, понимаешь, тут вот, я просто не знаю, когда это произошло, да, но вот, наверное, в какой-то момент, где-то там в 90-е, произошел вот этот вот, может быть, стало образование чуть хуже, я не знаю, да. Ну, я могу только предполагать, но есть какие-то вот большие такие вот прям куски, которых просто нет. Вот в подходе там к новостям, например, да, то, что есть у нас, и для тебя кажется это совершенно естественным, а там вдруг вот ты начинаешь о чем-то там говорить, там, не знаю, про синхроны, про вспышки какие-нибудь там на синхронах или еще что-то, и понимаешь, что, ну, ты разговариваешь, как бы, с людьми, которые, как бы, к этому даже были не готовы, то есть они это никогда не обсуждали. И это, получается, вот, может быть, там интерньюс как-то там в свое время по-другому работал, ну, какие-то вот эти вот образовательные программы были другие. Я, опять же, не знаю, когда это произошло, но разница есть, разница есть. До сих пор она остается? Я бы мог сказать так, что даже хорошая, мне кажется, и школа там была хорошая, да, наверное, в то время и все, но многие с удовольствием забывали то, чем учили, вот то же самое, как бы, вот я говорил, там, если у тебя запал, то, может быть, и забыть про вторую сторону, да, вот. И как бы забывают, и мы напоминаем, даже не совсем полицейский, человек, который напоминает о каких-то, о каких-то основах, которые в ситуации вольницы перехлестывает, скажем так, это первое. А второе еще, вот я для себя понял на Украине вообще, почему появился Рюрик, потому что, видимо, наши предки очень сильно ругались друг с другом, вот. И иногда нужно было привлечь стороннего, как бы, ну, вот просто как свежая голова или что-то, потому что уже все по кланам, все начальники побывали сто раз на всех каналов, возвращение начальника заново, это ты опять против кого будешь дружить и все такое. А когда приходит человек со стороны, да, это очень удобно. То все против него. Все против него, да, вон, абсолютно, очень удобно поначалу. То есть даже не столько разница в уровне подготовки, сколько вот просто внешне свежая кровь. И то, и другое, да, и то, и другое. Вот то, что приходит внешний человек, это с него можно спрашивать, он не зашорен, у него нет обязанностей дружеских, у него нет обязанностей корпоративных, он не с той, не с другой группировкой, то есть он как бы вот, с ним можно договариваться о некой единой стратегии, который как бы почти с нуля начинает. Ну просто у нас есть какие-то вещи на телеке, да, которые вот все говорят там, ну так нельзя делать никогда, знаешь, ну бывает. Я сейчас не буду конкретные примеры, потому что это такая технология сложная, всем слушателям может быть понять. Но у нас говорят никогда, а там говорят, да ладно, что-то мы всегда так делаем. И получается вот, кстати, вам часто говорят, что да, у нас так принято. Да, да, у нас так, очень часто, да, говорят, ну мы так приняли, принятая работа там приходит. Там был у меня сюжет самый, ну еще в самом начале у меня самый ужасный сюжет в моей жизни, эфир в моей жизни, когда в программе 20 минут было 4 сюжета по 4 минуты, да, там 4 с половиной. Бесконечность. Вот, то есть бесконечность такая. А там все одно и то же, вот люди, они там ходят, протестуют, предположим, да, или что-то такое. И кажется, что рассказывается некоторая эсоистическая история, и мне говорят, так принято. И приходилось просто жестко, например, вот ввести хронометраж 2 минуты максимум, да, длина сюжета, да. И если больше, это отдельно утверждается. Это уже собирает, это уже как бы, как бы вроде как это вот душит свободу, почему, если мне хочется рассказать на 5. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, да, что в эфире должно быть там картины дня и так далее. Вот, у нас тоже хронометраж, он нас также подгоняет. Телефонная студия «Неизмены» 6510-996-495, код города. И мы в программе «Револьвер» возвращаемся к вам буквально через пару минут. Да уж, продолжаем «Револьвер» на Финам.ФМ в студии Михаил Гуревич. В гостях у меня Вячеслав Крискевич, главный продюсер видеопортала «Рутюб». И Михаил Ермолаев, создатель РБК-ТВ, генеральный директор Международной Евразийской Академии Телевидения и Радио. Хочется пожать руку. Да, просто встать и отдать честь. А в данный момент у нас должно быть включение прямое из Киева. Иосиф Пинтус тоже вроде бы у нас на линии. Алло, Иосиф? Алло? Да. Как там у вас, Иосиф? Как там у вас? Генеральный директор РБК Украины. Да, во-первых, Иосиф, я тут вот смотрю по новостям. Войска МВД начали оттеснять митингующих в Киеве. Прямо все так страшно? Да, нет, пока разобрали только две БКД, пока не так страшно. Но, собственно говоря, вся ночь впереди. Да, то есть и спать я понимаю, что вам сегодня не совсем удастся. Иосиф, вопрос все же мы сегодня обсуждаем в нашей программе о том, что делают россияне в украинских медиа. А вот ты, как руководитель украинской СМИ, как ты относишься к россиянам? Зачем россиян приглашают к вам? И что они там делают вообще? Ну, собственно говоря, россияне, наверное, все-таки ближе к Украине. Что-то плохо слышно. Иосиф? Сейчас слышно, да? Слышно ужасно, если честно. Да, попробуй еще раз. Попробуй еще раз. Да, все же сияние с точки зрения контентной серии, да и языка, потому что очень много... Все-таки пользователи, читатели начинают новости на русском языке, они в этом плане ближе, да? Поэтому это в первую очередь, почему, собственно говоря, наши, хозяева наших медиахолдингов смотрят в сторону России. Это, ну, в первую очередь. Второй момент, это тот факт, что украинские журналисты, украинские медиа-менеджеры, в силу там специфики определенные, которые, как вы видите на сегодняшний день, есть революционные в неком таком моменте, они все же имеют какую-то такую идейную позицию. В этом плане россияне достаточно прагматичны, более, так условно скажем, профессионально, они делают свою работу, вот, скажем, таким вот образом. Вот, если вы посмотрите на недавние события в украинском медиахолдинге, то целая редакция... Десант там, целый десант. ...поставали русла. А скажи, а испортилось после этого, вот, приехал новый, приехал Миша Котов, да, Forbes, насколько я понимаю, приехал там новый руководитель в УМХ, а сейчас еще там медийщики подбираются. Ну, вроде пока не испортилось, я так смотрю, ну, были новости, есть новости, все продолжается, прошло письмо 14 уволенных журналистов, но работа-то идет, значит, россияне выполняют свою задачу? Нет, ну, безусловно, они выполняют свою задачу, мы же, собственно говоря, не знаем, какую задачу выполняют менеджменты, и почему мы, условно, можем только об этом догадаться, и какую задачу сейчас выполняют россияне, опять же, можно только догадаться. Ну, да, несколько изменилась стилистика, да и смена менеджмента пока произошла, ну, и так давно, скажем. Что касается, в принципе, русских медиа-менеджеров в Украине, то, видите, в одном украинского медиа-холдинге, он, знаете, к сожалению, достаточно, насколько я понимаю, проработал чуть более полугода и ушел, да, до этого еще один, я, к сожалению, не помню, как имя ли, медиа-менеджер был, проработал полгода и ушел, да, да, и Юрий Александрович, насколько мне известно, вот как раз около полугода. Это глава, вот, новая глава ЮМХ, правильно? А все же, вот, когда ты говоришь, что вы догадываетесь там, или не догадываетесь, или думаете о том, зачем россияне приходят к вам управлять медиа, а что вы думаете, то есть, как бы, вот, с вашей точки зрения, зачем они приходят? Ну, я же еще раз говорю, да, это абсолютно профессиональный подход, с ними заключается контракт, да, они выполняют, собственно говоря, те поставленные задачи, которые по каким-то причинам, например, не устраивают выполнение украинским менеджментом, да, то есть, скажем, вот таким вот образом. Ну, то есть, я правильно понимаю, что это такой некий штрихбрехеры такие, да, вот, то есть, там, ну, то есть, украинцы себе, украинские медийщики себе никогда не позволят что-то того, что россияне могут позволить, или нет? Ну, да, наверное, это выглядит именно таким образом, потому что, все-таки, россияне, они же приезжают сюда, скажем так, в гости, а украинцы тут живут. А мы тут живем. Некоторые из них находятся на баррикадах, да, до сих пор. Что, извини, последнюю фразу не было слышно абсолютно. Некоторые из них находятся на баррикадах до сих пор. Россияне или украинцы? Да нет, украинцы. А, то есть, россияне работают, а украинцы пошли на баррикады? Ну, в принципе. Да, да, где-то. Характерная ситуация. Насколько я понимаю, в студии Михаил Германов? Да, приветствуюсь. Привет. Ну, собственно говоря, у них тоже был опыт работы. Да, вот, собственно, мы об этом и общаемся. Ну, что ж, скажи, пожалуйста, а вот, если не касаться политики, вот, на твой взгляд, россияне, они более профессиональные или менее профессиональные, чем украинские? Они более прагматичные. Они более прагматичные. Они как раз более прагматичные в силу того, что есть в России. Понятно. На сегодняшний день. И уже достаточно давно. Спасибо, спасибо, Иосиф. А с нами был генеральный директор РБК Украины, Иосиф Пинтус. Вот такой вот взгляд. Не, ну, он довольно дипломатичный, естественно. Да, до эфира я должен признать, что его, как бы, мнение было более такое экстремическое. Не, ну, тут вообще странно, наверное, так об этом говорить, вот, как-то более профессионально. Просто, ну, когда англичанин приезжает в Америку, тоже его воспринимают. Хотя одна языковая среда, в общем-то, да, но все равно он другой, да. Так же, как мы-то меньше, конечно, разделены, чем они там через океан, но тем не менее, да, все равно это уже другая жизнь, конечно. Конечно, и, ну, так или иначе, относятся по-другому к нам. К нам на РБК приходил, консультант приезжал на три недели, там, три раза, да, с CNBC. И, как сказать, с одной стороны, конечно, была некоторая внутренняя ревность, да, хотя бы потому, что, ну, казалось, что, например, наших ведущих она заставляла быть более энергичными. К мужчинам это подходит, а у женщин, ну, как бы немножечко девушка выглядит, ну, мне кажется, чуть перебор, да, вот с этим, как она хотела, да. То есть громче смеяться, сильнее размахивать руками. Мы, конечно, все это корректировали, но потом, когда по выводам тоже понимаешь, что два разных опыта, и их полезно совмещать, соединять, конечно. Делать такой микс, фьюжн. А давайте сделаем тоже фьюжн с нашей беседой и присоединим еще одного радиослушателя, у которого есть некий вопрос. Андрей? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, Андрей. Вот как раз по последнему вопросу прагматичности русских и украинцев, не посчитайте меня националистом, но есть такая расхожая пословица... Подождите, Андрей, сначала вы националист какой, российский или украинский? Я говорю, не посчитайте, говорю, мое высказывание националистическим, но к вопросу прагматичности нации есть такое расхожее выражение. Хохол родился, еврей заплакал. То есть что как раз отражает суть, наоборот, более прагматичности украинцев, нежели русских, скажем так. Вот я к чему вопрос. Понятно. Ну, здесь скорее, наверное, говорили про прагматичность... Я рыдаюсь с рождения, видимо. Про прагматичность в том смысле, что мы, ну, по определению, немножко более равнодушны вроде как, да, к этой жизни, потому что мы не являемся ее, ну, частью, потому что мы вроде там не живем. Ну, вот я бы себе сказал, вам тут не жить. Варяг прагматичнее, это логично, да, вот правильно, радиослушатель, я согласен, да, что любой варяг будет прагматичнее живущего. Нет, но вот как раз радиослушатель говорил немножко о другом. Он говорил о том, что есть некие общепринятые штампы в отношении украинцев, и вот как раз вот, собственно говоря, еврей заплакал, там... Нет, ну, это совсем уж так обобщаем. А насколько вот эти штампы действительно вот вы увидели воочию? Ну, именно национального характера имеется в виду, да, что... Да, по большому счету, мне-то как раз, я эту пословицу совершенно не разделяю, потому что, ну... Например, потому что евреи не плачут. Да, поэтому, да, у вас к вам слезам не верят, там уже украинцы очень душевные люди, они, я говорю, даже когда они вот предупреждают, когда они собираются с тобой воевать, например, как главным редактором, они честно об этом предупреждают. А, серьезно? То есть, забудь делегация, говорят, что сейчас будем воевать. Да, да, сейчас мы будем с тобой воевать, да, таким-то образом. И это, в общем, трогательно. То есть, ямала и в кейт. Да, 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 это трогательно, мы никогда не доводили, на самом деле, до войны, ну, потому что мы всегда, в общем, как-то так решали. Но в этом есть, как бы, с одной стороны, конечно, вроде как, вроде как мы воюем, да, чуть-чуть, да, как бы, ну, спорим, скажем так, а с другой стороны, ну, как бы, это украинская душевность. Да, 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 хорошие ребята, душевные, да, очень добрые. Добрые, да, да. А вот отношения, мы немножко затронули эту тему, но давайте попробуем сквозь призму актуальнее посмотреть на тему отношения населения к новостям. Буквально в конце прошлой недели, когда Майдан уже был в самом разгаре, протестующие пошли пикетировать центральные телеканалы в количестве пяти штук. Говорят, что из здания телеканала Интер, как раз вышла какая-то ведущая журналистка, пообещала пикетирующим, что она будет говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Не знаю, была там Библия или нет. И после этого они начали скандировать, что мы в поддержку, и более того, все комментарии были, что мы пришли сюда поддержать журналистов, потому что они говорят правду, будут говорить правду и, не дай бог, скажут мне правду. В России я себе такой не представляю. Диалога такого? Такого диалога, да. То есть чтобы, ну не знаю, чтобы ведущая новостей, там не говоря уж о Первом канале, она даже там на НТВ вышла к пикетирующим и пообщалась с ними. Говорят, что на каком-то телеканале ведущая даже в новостях сказала, что вот мы знаем, что нас пикетируют, но мы говорим правду, и для нас это крайне важно. Мы такие же украинцы, как и вы, и врать в эфире не было. Не, ну просто такой ситуации не было, не знаю, к счастью, к сожалению, здесь, поэтому... Ну то есть не было больших пикетов, если представить себе, что было в 93-м, да? Были, давно было, конечно, да. Ну так тогда тоже был диалог у нас. Тогда? Помнишь, тогда выходили из НТВ, выходили на миссинге там с трибуны. Ну в общем, до 96-го года в России тоже было медиа. Ну помнишь, было уже, это было, было, было. А что ты так удивленно смотришь? Не было в России тогда, поэтому мне крайне сложно говорить. Ну вот видишь, ну до 96-го была вольница, достаточно большая. Вести это были такие, как бы, там даже внутри одной программы можно было, бывало такое, что в одном эфире одну точку зрения, там другую. Но сегодня такое представить себе крайне сложно. Сегодня трудно, да. А страх цензуры, такой некий, один из лейтмотивов выступления на Майдане, то, что мы знаем точно, что там секретарь там Совета Безопасности, или там премьер-министр, или советник президента намереваются ввести цензуру на телеканалах. И это постоянно говорится на митингах, и как бы подогревает толпу, и является, видимо, горячей больной темой. Насколько действительно имеет место быть? Ну, здесь, наверное, имеется в виду все-таки, что так или иначе, конечно, любая власть, я думаю, что в любой стране пытается так или иначе влиять. Это было и при Ющенко, это были попытки, да, и нам журналисты... Нет, ну вот страх, что будут влиять. Ну, конечно, журналисты очень этого, как бы, они, во-первых, украинские журналисты очень хорошо чувствуют, вот, когда, когда ему что-то такое, вот, знаете, начинают, в общем, все время подозревать, да, начинают, ага, вот не хочешь ли ты что-то мне такого, о чем ты договорился там с кем-то, да, там с ластями или с кем-то. Это, может быть, даже несколько преувеличено, но то, что, пускай это будет страх преувеличено, но это защищает СМИ, защищает прессу, да, то есть этот вот нюх, это очень хорошее, сам по себе, журналистское качество. Это отношение центральной прессы и региона, все же Украина не такая большая страна, как Россия, но при этом там есть Восток, есть Юг, есть Запад, а понятное дело, что Киев, он такой более западенский, да, в последние годы стал, скажем так. Ну, судя по количеству людей, которые выходят на эти Майданы, и я понимаю, что все же, если не подавляющая, то какая-то существенная часть там жителей Киева, то понятное дело, что как, ну, по результатам выборов даже, да, понятно, что там как бы такое про-западное направление. Киеве больше русская речь, да, во Львове все время проинская. Нет, мы не говорим о речи, мы говорим о настроениях. А что касается там крымской прессы, донецкой прессы, насколько вообще сталкивались с этим, насколько они отличаются? Слав, насколько я понимаю, вот ты в Одессе сталкивался? Ну, в Одессе, да, но Одесса вообще это отдельное такое, отдельное место, да, там вокруг вся область, нет, там вокруг вся область говорит как раз на украинском, вот, а в городе говорят на смешанном российско-юбрейском диалекте, да. Даже не суржик. Нет, это уже, да, совсем другая какая-то история, поэтому там, там, они всегда говорят, что Украина это одна, так сказать, большая разница, да. Но то, что сообщают на одесских телеканалах или пишут в одесских газетах, насколько это соотносится с тем, что пишут в центральных странах? А это все, вот почему там особенная ситуация, потому что там, вот, я уже сказал, что 20 и больше этих разных каналов, и они каждый работают на своего, значит, олигарха, да. Олигархи, в свою очередь, поддерживают кого-то из политиков центральных. Ну вот, и в этом отличаются, один говорит в пользу одного. А то есть, если владелец локальный совпадает, то все будет то же самое. Там это очень чувствуется, наверное, больше даже, чем в Киеве. Там просто, ну, поскольку и город меньше, и интересы там как-то сталкиваются тоже намного сильнее. Но в целом все равно настроения, конечно, восточные, они больше российские, западные, они больше... Львов чувствует себя даже вот в карте Львова, я недавно опять там побывал, в карте Львова написано, Львов является центром, ну, украинском, естественно, центром духовного возрождения Украины, да. А, скажем, в Крыму, будут говорить, мы не очень понимаем, что такое Украина, и нас немножечко раздражает, что там есть какие-то смены украинскому, или даже иногда документы, ну, документы даже приходят заполнить на украинском. Конечно, это очень сильный раскол вот от востока к западу. А украинские медиа, вообще работа украинских медиа затягивает. Вот вы закончили свои каденции, вернулись в Москву, скучаете вообще, насколько это вот захватывает? Ну, там интересно, там, ну, и климат другой. Потеплее, да? Да. Потеплее, ну, я согласен, я, конечно, конечно, и скучаю, мы постоянно созваниваемся, и, в общем, конечно, вот этот вот, этот дух, как бы, да, дух, как бы, такой свободы, которую, так, вольница, он, конечно, приятен, притягивает. И то, что, в принципе, ну, если ты что-то делаешь такое по-настоящему правильное, то за тобой готовы идти и поддерживать, это тоже присутствует, да? Если верят, то верят искренне, да? Да, искренне. Как вот искренне готовы ругать, так искренне готовы поддерживать. Да. То есть, если в следующий раз пригласят, то проблем не будет? Ну, все же зависит от конкретной ситуации. Ну, конечно, от контракта тоже. Ну, так вот, по большому счету, возглавить что-нибудь в Москве или снова вот попробовать что-нибудь на Украине? Ну, здесь вопрос масштаб проекта, конечно, в любом случае. Ну, так уж прямо при прочих районах. Вот, ребята, вы прямо со мной начинаете в эфире торговаться буквально. А у тебя есть что-то предложение? Давайте обсудим сразу после эфира. Что ж, мне кажется, прекрасно пообщались. У меня в гостях был Вячеслав Крискевич, главный продюсер видеопортала Routube, Михаил Ермолаев, создатель РБК-ТВ, генеральный директор Международной Евразийской Академии Телевидения и Радио. Мы снова так пристаем. И я, Михаил Гуревич, оставайтесь. И большой привет всем украинским друзьям. Кто-то нас услышит. Потому что слышал огромный привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова